доброго времени суток дорогие слушатели библейских курсов очень рад вас приветствовать сегодня пусть вас не смущает задний вид моей видео студии потому что это мой кабинет и по совместительству еще и кладовка это единственное такое место в доме где я могу укрыться уединиться для того чтобы записать сделать запись нашего с вами занятия нашего с вами урока я знаю что последнюю тему которую вы изучали это была тема характер бога сегодня я бы хотел чтобы мы с вами пообщались на тему характер христианина точнее это мы косвенно коснемся этой темы изучая нагорную проповедь это будет такое очень быстрое изучение блиц изучения конечно в рамках одного часа невозможно изучить всю нагорную проповедь ну во всяком случае мы с вами пройдем так называемые заповеди блаженства поговорим об этом я считаю что это очень важно исследовать хотя бы минимально хотя бы кратко заповеди новозаветные заповеди нового завета заповеди блаженства и прежде чем мы начнем с вами обсуждение этой темы изучения я бы хотел с вами прочесть об этих заповедях которые скажем о которых написано в англии от матфея в пятой главе вообще вся нагорная проповедь с пятую по седьмую главы но мы сегодня вот ограничимся пятой главой и может быть коснемся шестой главы частично я хочу прочесть вам в синодальном переводе я буду читать матфея пятая глава увидев народ он зашел на и когда сел приступили к нему ученики его и он отвешу стаса вы учила говоря блаженны нищие духом ибо их из царства небесная блаженны плачущее ибо не утешиться блаженны кроткие ибо они наследуют землю блаженны алчущие гünde я жаждущие правды ибо они насытятся ближем и милостивый ибо они помилованы будут ближем и чистые сердцем ибо не богу узряд бладенны миротворцы ибо они наречены ибо они будут Субтитры делал DimaTorzok И зажегши свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы не видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вот мы возьмем до 16 стиха сегодня наше с вами изучение, наше с вами обсуждение. Вообще Нагорная проповедь это не проповедь, которую Иисус сказал одномоментно. Скорее всего это сборник разных проповедей, которые Иисус говорил в течение какого-то определенного времени. И Матфей, он так умело скомпоновал все это в две главы для того, чтобы поместить это в Священное Писание, для того, чтобы это было помещено в Евангелие и в такой краткой, сжатой форме передать нам, будущим потомкам, будущим верующим. Вообще в Нагорной проповеди Иисус, Он говорит об основных ценностях Царства. И для меня Нагорная проповедь это, как и для очень многих верующих, это Конституция Божьего Царства. Я очень хорошо помню, когда мне вручали паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик. Это было в 1989 году, когда мне исполнилось 16 лет. Это происходило не как сейчас, это было в торжественной обстановке. Пришел я, там мои родители, по-моему, были, я точно уж не помню, но очень много людей было. И таких же соискателей, как я, советского паспорта там было много. И выступал начальник паспортного стола, выступал директор школы, выступали наши преподаватели, учители, и они говорили, насколько это ответственно получить вот этот паспорт. Теперь вы становитесь полноценными гражданами. И нам объясняли, что у нас появляются какие-то дополнительные права, какие-то дополнительные обязанности. Вот, зачитывали нам статьи Конституции СССР. Я вот помню этот момент, то есть паспорт, он являлся свидетельством того, что я являюсь гражданином определенного государства. Как писал Маяковский, я достаю из широких штанин дубликатом ценного груза, читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Но Советского Союза давно нет, слава Богу. И в 1993 году я стал гражданином Царства Небесного. В 92-м, прошу прощения, в 92-м я стал гражданином Царства Небесного. И тот паспорт, который мне был дан, это печать Духа в моем сердце, это залог Духа, который Господь дал мне. Это внутреннее свидетельство того, что я принадлежу Царю Царей и Господу Господствующих. Этому обстоятельству я очень рад. То есть прежде всего каждый из нас является гражданином Неба. И у каждого гражданина Неба есть свои права, есть свои обязанности, есть своя Конституция, Небесная Конституция. Так вот, Нагорная проповедь – это Конституция Божьего Царства. Это наиболее, пожалуй, полное заявление Иисуса о роли верующих в сотрудничестве с Божьей благодатью. И оно как бы является неким таким показателем или лакмусовой бумажкой для измерения нашего духовного развития и эффективности нашего служения. И прежде всего эти заповеди, они имеют отношение к нашему внутреннему человеку. Вы помните, апостол Павел молился, чтобы мы могли укрепиться в своем внутреннем человеке, чтобы Христос вселился в наши сердца верою. Эти заповеди, они, конечно же, прежде всего имеют отношение к нашему внутреннему человеку. И в Луки, в 17 главе, в 21 стихе апостол, простите, Иисус сказал, что Царство Божие внутри вас есть. То есть Царство Божие, оно находится внутри, оно находится в нашем духе, в нашем сердце. И, конечно же, эти заповеди, они имеют отношение прежде всего к внутренней жизни. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным. Если мы ведем образ жизни по Нагорной проповеди, то так или иначе это проявится в нашей внешней жизни, в нашем служении ближнему, в нашем служении людям, которые нас окружают. И образ жизни Нагорной проповеди – это выполнение этой первой заповеди, которая говорит, как она звучит, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением, всей крепостью, всей душой твоей». И исполнение второй подобной ей заповеди, которая говорит и ближнего своего, как самого себя. То есть вот две вот эти заповеди. Она адресуется прежде всего ко внутреннему человеку, как я уже сказал, к нашему сердцу. И устанавливает конституцию Царства Божьего и образ жизни Царства, помещенном в нашем сердце. Но давайте мы сейчас поговорим об этих основных ценностях Царства, в чем же они заключаются. И Иисус призывает нас к развитию вот этих восьми блаженств, которых мы прочитали, этих восьми заповедей. Напомню вам, это Матфея, пятая глава, с третьего по двенадцатый стих. И эти восемь заповедей можно сравнить с восьмию прекрасными цветами в саду нашего сердца. Вот в книге «Песнь-песни» есть замечательное описание того сада, с которым сравнивает Соломон свою невесту. Песнь-песнь, четвертая глава, с двенадцатого по шестнадцатый стих. Заперты сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник, рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нарты шафран, аиры корейца со всякими благовонными деревами, мира и алой со всякими лучшими ароматами. Садовый источник колодец живых вод и потомки с Ливана. Поднимись ветер с севера, поднимись ветер с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Когда мы говорим о нашем сердце, о нашем внутреннем человеке, то его можно сравнить с садом. И вот в этом саду произрастают вот эти прекрасные, кстати говоря, тоже восемь плодов. Восемь в саду растут плоды, вот в нашем сердце тоже растут плоды. И наша цель, как христиан, в течение своей жизни вырасти и взрастить вот эти плоды, которыми являются вот эти восемь заповедей. И вот есть восемь прекрасных цветков, которые здесь перечислены, восемь прекрасных плодов, растений, и восемь заповедей, о которых говорит Иисус Христос. Такая замечательная, удивительная аналогия. Иисус призывает нас к развитию вот этих восьми блаженств в саду нашего сердца. И Он хочет, чтобы они полностью расцвели в нас. Но кто из нас не хочет быть похожим на Иисуса Христа? Все мы хотим быть похожими на Иисуса. Все мы хотим поступать так, как Он поступал. Но вот заповеди блаженства, они помогают нам в этом. Но я хочу сразу вам сказать, что заповеди блаженства и Царство Божие, они находятся внутри человека возрожденного. То есть просто человек, который не рожден от Бога, который не знает Господа как своего личного Господа и Спасителя, он не сможет никогда двигаться в этих заповедях, он никогда не сможет осуществить их. То есть никогда не будет полноты в его жизни, к сожалению. И мы уже прочитали с вами эти заповеди. Само слово «блаженный» я сразу оговорюсь. Ну, наверняка вы знаете, вы все мудрые люди. Блаженный – это не значит чудаковатый, это не значит придурковатый, как это принято у нас в нашем национальном самосознании, что «блаженный» – это значит какой-то немножко ненормальный. «Блаженный» – это греческое слово «макариус», которое переводится как «счастливый». То есть просто очень счастливый. И это блаженство, оно предполагает наличие яркого сердца, чувствование присутствия Бога, благодать ходить в любви и смирении, служить Богу, передавая Его любовь и силу другим людям. То есть вот это то, что можем назвать блаженством. И вот эти восемь цветков, о которых мы с вами говорили, они должны культивироваться. То есть для того, чтобы в саду что-то выросло, это нужно подвергать постоянному анализу, то есть постоянно над этим работать. Там, где не проводится рекультивация, там, где не проводится очищение от сорняков, рано или поздно сад становится запущенным. Вот мы сейчас на нашем заднем дворе разбили несколько грядок, и мы видим, сколько заботы нужно за этими грядками. То есть нужно постоянно вырывать сорняки, которые появляются. Вот что-то хорошее посадишь, оно не так быстро вырастает. А вот сорняки растут очень быстро, очень быстро. И над этим нужно постоянно работать. Нужно рыхлить землю, нужно делать ее пригодной для того, чтобы хорошие плоды, они росли. Но вы об этом прекрасно знаете. Каждый гражданин России, он наверняка сталкивался с шестью сотками, а то и больше. То есть мы пропалываем свой сад и культивируем эти цветы. И таким образом мы сопротивляемся тем искушениям, которые тут же в Нагорной проповеди ниже, с 21 по 48 стихи, описываются. Что это за искушение? Это искушение... Мы об этом поговорим немножко позже, но я так сделаю такой дисклеймер, так скажем. Это гнев наш, это непрощение, это супружеская неверность, ну и так далее, тому подобное. То есть мы, их всего шесть, мы о них немножко поговорим. И то, как мы поливаем свой сад, то есть заботимся о нем, мы добиваемся успеха в пяти так называемых занятиях царства, о которых написано в Матфея 6 главе с 1 по 20 стихи. То есть это и пост, это молитва, это служение нашему ближнему и так далее. Вот здесь, вот в пятой главе, Иисус дает нам две метафоры. Это соль, которая отвечает за две вещи. Это за вкус и хранение. Я помню, когда впервые была найдена семья Лыковых, то есть отшельников Лыковых, это происходило в 70-е годы, когда геологи посетили эту семью, то глава этой семьи, семьи Лыковых, он сказал такую фразу. Ну, вы знаете, что это были отшельники, старообрядцы, и они уходили все вдаль от цивилизации для того, чтобы сохранить свою веру. Его звали Карп, я не помню, отчество, к сожалению, но неважно. И вот этот мужчина, он сказал, мы могли бы обойтись без всего, без всего, что привезли эти геологи, но мы, когда мы попробовали соль, они не пользовались солью долгое время, то есть там, ну, десятки лет. Просто соль у них закончилась, у них не было соли, но когда они попробовали соль, он сказал, я понял, что я просто больше не смогу без соли. То есть соль, она придает определенный вкус, и это то, за что мы ее любим. Она придает, убирает вот эту пресность с блюда и дает ему определенный вкус. Везде мы добавляем соль, да. Соль также, она отвечает за сохранность продукта. Помните, как Иисус сказал, если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую, она уже не годна ни к чему, как выбросить ее вон на попрание к людям. Попробуйте сохранить какой-нибудь кусок рыбы или мяса непросоленного, да. То есть процесс сгнивания, он очень быстрый. И если продукт посыпан солью, то этот процесс, он замедляется. И вот мы с вами, как некая соль, которой Господь посыпал этот мир, защищая его от окончательного уничтожения, сгнивания. Дальше Господь дает следующую метафору, что вы свет миру, да. Свет, что он нам дает? Свет дает всегда направление и цель, да. Направление и жизнь. Направление жизни – это две очень важные вещи. Без света мы просто не можем. То есть мы так же, как растения не могут расти без света, и человек не может находиться без света. И вот соль и свет, они оказывают колоссальное воздействие на жизни людей. Вы соль земли, вы свет миру. Иисус, он приглашает всех желающих быть великими в его царстве. Но, естественно, это величие не то величие, которое сегодня очень популярно в этом мире. То есть это видимое некое величие такое, надуманное. Вот это совершенно другого рода, другого характера. В этом величии, так скажем, другое ДНК. То есть нам не нужно каяться в стремлении к величию, потому что это стремление в нас заложено Богом. То есть Бог вложил это в наше сердце, и Он сотворил наш дух таким вот образом. Единственное, в чем мы можем покаяться, это если мы ищем его не там, где надо. Не там, где надо. Вот Бог приглашает нас в таком величии, чтобы мы не оглядывались на внешние какие-то достижения, или размер нашего служения, или еще чего-то подобного. То есть величие основывается на развитии нашего сердца, в любви, на развитии нашего характера, христианского характера, на развитии нашего сердца в любви. Вот я повторюсь, да. И, как я уже говорил выше, вот с 21 по 48 стихи вот этой пятой главы Иисус говорит о шести соблазнах, которым надо оказывать сопротивление. Во-первых, это гнев, с 21 по 26 стих, это безнравственность, с 27 по 30 стих, не обращение внимания на святость брака, ну, кто смотрит на женщину с вожделением, да, вот, 31-32 стихи, несоблюдение наших обязательств, 33-37 стих, и пассивность в любви к нашим врагам, 43 по 47 стихи. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, с 1 по 18 стих, Иисус говорит о пяти видах деятельности царства. Во-первых, это служить и давать, да, благотворительные дела, предоставление услуг или денег, то есть это Матфея 6, 1-4, это молиться. Там ученики попросили Иисуса, научи нас молиться, и там мы знаем, что вот молитва Господня, она дается вот в Нагорной проповеди, 6 глава, с 5 по 13 стих. Дальше, это благословлять наших врагов, то есть должна быть полнота прощения, это с 14 по 15 стих, и 5 глава, 44 стих, и последнее, это поститься. Да, то есть вот это благодать, я не говорю обязанность, я не говорю тяжелая повинность, я говорю благодать поста, которая нам дана с вами. Это тот вид деятельности, который мы все-таки должны осуществлять, который мы, как верующие, должны делать. 6 глава, с 16 по 18 стих. И я хочу вам сказать, что с помощью вот этих духовных дисциплин мы не зарабатываем Божью благодать, мы не зарабатываем Божью любовь. Но наши сердца, которые подостыли, возможно, они становятся ближе к его присутствию, ближе к этому огню, к этому пламени, которым он является. И он дает больше нашему сердцу. Он не любит нас больше, он не любит нас больше, то есть, а он дает больше нашему сердцу, когда мы подчиняемся ему. То есть, вот это очень важный момент, который нам нужно понять. Ну, а теперь давайте непосредственно перейдем к заповедям блаженства. Мы поговорим о нищете духа. Матфея 5.3. Блаженно нищий духом. Что значит быть нищим духом? То есть, это вот некий фундамент, некая ступенька, первая ступень, по которой мы будем двигаться. Вот такие 8 ступенек, по которым нужно подняться. Все вот начинается с этого, с духовной нищеты. Это основополагающий фактор блаженства, из которого исходит другой поток блаженства, потом другой поток блаженства. Ну, вот лестница, которую я показал. И зачастую это блаженство, оно нечасто понимается, неправильно понимается. Вообще, чтобы быть нищим духом, надо быть в курсе некой духовной потребности. То есть, испытывать больше Божьего присутствия и власти в нашем сердце и служении. В чем проблема заключается? Проблема заключается в том, что мы видим некий разрыв между тем, что Бог свободно доступен для нас. Вот Бог, Он свободно доступен для нас. Каждому из нас открыт свободный доступ к Божьему присутствию. Каждому без исключения. И что на самом деле мы испытываем. То есть, вот есть разница, есть разрыв между тем, что Бог доступен для нас и тем, что мы на самом деле испытываем. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Вот, чтобы быть нищим духом, нужно увидеть себя как духовно бедного с точки зрения нашего опыта в свете того, что Бог сделался доступным для нас. То есть, ну, это просто понимание, кто Он и кто я. То есть, поставить себя в полную зависимость от Бога. То есть, я без тебя вообще ничего не могу. У меня просто нет сил, чтобы быть благочестивым, поступать правильно, чтобы вдохновлять других. у меня нет своей собственной силы, у меня необходима помощь духа. И у нас нет полной уверенности в своей природной способности подчиняться и служить Богу без Его помощи и без помощи Божьей благодати. То есть, ну, это просто нереально, невозможно. И есть тут разница между нашей правовой, так скажем, юридической позицией и фактической позицией, нашей жизненной позицией, да, ситуацией, вот, в благодати, да. Жертва Иисуса Христа, она автоматически, мгновенно сделала для нас то, что нам доступна вся полнота божественная во Христе, вся, абсолютно. То есть, это то, что Христос сделал нас праведными, Христос сделал нас святыми, и это наша юридическая позиция, да. Но Он сейчас постепенно делает в нас, формирует эти вещи, то есть, мы их переживаем, эти вещи, когда мы отвечаем, вот, в вере, поисками глубокого общения с Ним, в служении людям, и когда мы берем свой крест. Чем не является духовная нищета? Отчего возникает неправильное понимание? Во-первых, она не является финансовой бедностью, то есть, многие неправильно понимали это местописание, и думали, что это имеет отношение к нашей физической жизни. Ну, тут влияние, конечно, разные греческие философские идеи оказали на верующих, которые жили раньше нас. То есть, она не является нищетой, это финансовой бедностью, то есть, не является некими отрицательными чувствами о нашей духовной жизни. То есть, чувством отторжения или неполноценности, это вообще никакая не духовная нищета, это, скорее всего, не исцеленность внутренняя, да. И когда это происходит, ну, когда мы сравниваем наши дары, то есть, достижения или посвящения, это вообще никакая не нищета духа. То же самое и чувство осуждения, после того, как мы покаялись в грехе. Как мы покаялись в грехе, ну, нам не нужно уже заниматься самокопанием, самосуждением, нам нужно ходить в Божьей праведности. Дальше. Ибо их есть царство. То есть, видите, тут есть определенное условие. Блаженны нищие духом. То есть, если ты нищий духом, то и дальше их есть царствие. Вот ты нищий духом, значит, твое есть царство, оно принадлежит тебе. То есть, это о чем говорит? Это говорит о том, что мы можем, о большем переживании царства личным путем. И вот Иисус обратился к этому, как корню проблему, как корню проблемы в успешной ладиакийской церкви. То есть, внешне ладиакийская церковь, ну, вы знаете, как Иисус о ней говорит, и говорит, что... Ну, давайте прочтем откровение. Об этом написано в откровении с 3 главы, с 14 по 25 стих. Церковь говорит, что... Иисус как бы транслирует, ретранслирует слова этой церкви. Она говорит, я богатый, я разбогател, ни в чем не имею нужды. То есть, я ни в чем не нуждаюсь, у меня нет никакого чувства духовной нищеты. Иисус отвечает в 16 стихе, ты теплый, а не горячий, не холоден, и то извергну тебя из уст моих. Ибо ты, говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищий слеп, инак. Кого и люблю, тех обличаю, и наказываю. И так будь ревностен, и покайся. Во-первых, ладиакийцы говорили, что они богаты. То есть, они были соблазнены некой своей популярностью, своим богатством и энтузиазмом, связанным с их служением. То есть, верующие в хороших обстоятельствах, процветающих обстоятельствах, зачастую, зачастую им очень сложно пережить вот это блаженство нищих духом. И мы с вами знаем, что в стесненных обстоятельствах гораздо как-то, ну, у тебя нет другого выбора. Ты преклоняешь свои колени, и ты ищешь лица Божьего, потому что ситуация такова. Гораздо сложнее, когда у тебя все хорошо, когда все замечательно, все прекрасно. Вот. Ну, а зачем Бог тогда? Ну, это неправильная ориентация наша, да, неправильная мотивация, неправильная цель. То есть, наша цель все-таки не мир, а вера не является средством для достижения мира. Нашей целью является Господь Иисус Христос и Его Царство. И для человека духовно нищего, вот, в этом, в этом, конечно, очень показательно. Давид, царь Давид, чего бы он ни достигал в своей жизни, он всегда оставался духовно нищим. Он всегда оставался вот тем пастушком, который, внутренне, который искал лица Божьего, который славил Господа. Вот. Ну, этого не было у ладиакийцев. У них было чувство превосходства в дарах и достижениях. Это приводило к самоуверенности, к уверенности в себе, и которое вот минимизирует понимание в нашей потребности в Боге. Я ни в чем не имею нужды. То есть, нам не нужно утешаться некими внешними обстоятельствами, связанными с нашим служением. То есть, там, большее количество людей, какая-то растущая популярность, человеческий энтузиазм некий, да, там, на наших встречах. Будь ревностен. К чему призывает Господь эту церковь? Будь ревностен. Иисус хочет, чтобы мы покаялись, будучи ревностным в поисках Его. То есть, никому нельзя позволять залить вот огонь Божий в нашем сердце никакой человеческой гуманистической водой. То есть, нужно искать Божьей полноты в нашей жизни. Божьей полноты. И есть так называемый период диспенсации, да, где послание к семи церквям рассматривается как историческая хронология в развитии церкви, да, от Эфесской церкви к Лодиакийской. Вот. И некоторые ученые-богословы считают, что сейчас, то есть, это разные периоды церкви, историческом ее развитии, период диспенсации. И некоторые ученые-богословы, но очень многие считают, что церковь сейчас живет в так называемом Лодиакийском периоде, когда она совершенно не жаждет Бога, не ищет Его, и представляет из себя нечто такое, как я богат, я разбогатил, и ни в чем не имею нужды. Дальше мы переходим к следующей заповеди. Всегда духовная нищета, она приводит к духовной скорби. То есть, мы скорбим, потому что видим, как сильно Бог хочет дать нам что-то в нашей жизни служением, церквям, народам. Это боль, когда мы видим некий разрыв между тем, что у Бога есть для нас, и тем, что мы реально имеем. Ведь на самом деле Бог имеет гораздо больше, о чем мы думаем или о чем мы помышляем. И в этом есть глубокая пропасть. И когда мы эту пропасть ощущаем, это вызывает в нашем сердце скорбь. То есть, это блаженство не из-за скорби, не из-за каких-то трудных обстоятельств, но скорби по большим духовным прорывам в свете того, что Иисус сделал для нас. В свете того, что Иисус сделал для нас. «Блаженны плачущие, ибо не утешатся», говорит Иисус. «Быть нищим духом», как я уже сказал, «быть нищим духом» говорит о том, как мы видим себя. Духовный скорбь относится к тому, что мы чувствуем из-за того, что мы видим. Павел вообще восклицал, «Бедный человек, кто избавит меня от всего греховного тела смерти?» Так подумаешь, что ж такого было греховного в жизни апостола Павла, если он, будучи великим апостолом, одним из величайшим апостолов, все-таки, написавший наибольшее количество книг Нового Завета, говорил такие вещи. Что говорить о нас, о современных христианах, живущих в ладиакийский период? То есть скорбь, она приходит из-за того, что мы чувствуем, из-за того, что мы видим. Мы видим вот эту разницу большую между тем, что Бог может и что Бог дает нам, и тем, что есть на самом деле. А когда мы видим по-другому, тогда мы чувствуем себя по-другому. То есть, вот результатом этого видения, вот этой нужды, является боль. когда мы скорбим о большем опыте присутствия Бога в нашей жизни. Это скорбь, это дар Бога нам. То есть, это дар Бога для нас. То есть, наше желание Бога, это Его дар нам. То есть, даже в этом, это действие Божие. Это дар скорби, но довольно редкий, такой благородный и очень мощный. Это некое такое благочестивое отчаяние. мы хотим изменить нашу жизнь, мы хотим потратить наши силы, время и деньги, чтобы искать Бога для всего того, чтобы Он стал, чтобы Он сделал доступным для нас. Не то, что это от нас сокрыто, Бог дал нам все, но мы испытываем скорбь, когда мы видим разницу между тем, что Бог нам дает. как бы мы анализируем и думаем, наверное, это гораздо больше. То есть, мы не знаем еще, что это, но анализируем, что это гораздо больше, чем то, что мы имеем сейчас. И это вызывает в нас скорбь. Во 2 Коринфянам, 7 главе, с 9 по 11 стих, сказано, печаль ради Бога производит неизменное покаяние. То есть, покаяние беззаветной преданности ко спасению. Смотрите, какое произвело вас усердие, какое негодование на компромисс, какой страх, страх Божий, какое желание, это Иисус, какую ревность. Вот, это вот слова апостола Павла, да, печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Скорбь и радость, это две истины, которые соприкасаются. и ты не можешь познать всю полноту радости, если ты не опускался на дно какой-то великой скорби, да. Вот, скорбь, она всегда является такой притечей радости, да. Иногда наоборот. Мы радуемся тому, кто мы есть во Христе, и тому, что мы испытываем в Боге. В то время, как мы знаем, сколько нам еще предстоит вот испытать. Мы благодарны Богу за все то, что мы испытываем в его благодать. То есть, скорбь, она не отменяет нашей уверенности в том, что Бог нас любит и ценит даже наши небольшие усилия в служении. То есть, это не значит, что вот из-за того, что мы видим эту большую разницу, наплевать на все, эту разницу мы никогда не преодолеем. нет, ну мало-помалу, шаг за шагом. Это процесс длиной в жизни. Нам нужно двигаться в этом. Нам нужно двигаться в этом. Нам не нужно сдаваться. И даже какие-то наши маленькие победы, Бог их очень ценит. Богу они очень нравятся. Так вот, в награду таким людям, скорбящим, будет утешение. Они утешатся. Мы будем постепенно, мало-помалу, испытывать прорывы в своей жизни. Вы знаете, эти прорывы, они зачастую приходят совершенно неожиданно. Совершенно неожиданно. Когда ты их совершенно не ждешь. Ты даже смирился с тем, что вот так оно происходит, как оно происходит. Но неожиданно Бог дает свое утешение. И это происходит всегда. Потому что Бог, Он верит. Наша культура, она очень ценит комфорт. Очень ценит комфорт. У нас столько средств утешения сегодня существует. Вполне себе разрешенных, незапрещенных. Пожалуйста, можешь ими утешаться. Но я думаю, и я стремлюсь к тому лично я, хотя у меня не всегда это получается. И часто не получается. Мы не должны ничем утешаться, кроме прорыва полноты, который обещает нам в Его слове. То есть отказаться от утешения в чем-то меньше, чем Божье высочайшее. То есть гораздо проще пойти посмотреть какой-нибудь там сериал или пойти позаниматься спортом или еще что-то. Я не говорю, что это плохо. Это разрешенные вещи. Чем пойти в свою тайную комнату и там поговорить с Богом, преодолевая этот разрыв. Но как результат будет утешение. Будет утешение. Дальше, друзья, блаженные, блаженные кроткие. Мы с вами рассмотрели две заповеди. Это заповедь нищеты в духе, это блаженный плачущий и блаженный кроткий. Это Матфея пять-пять. Вообще, что такое крутость? Крутость зачастую воспринимается как нечто такое, ну, в самом посыле этого слова что-то содержится такое, что ты слабый какой-то, такой незначительный, вот, неумеха, все об тебе ноги вытирают. Но, знаете, крутость на самом деле это сила, которая находится под контролем. Это сила, которая находится под управлением, да, то есть это ограничение наших природных сил и возможностей для достижения целей Царства Божьего. То есть ты специально подчиняешь себя Богу до такой степени, что ты ограничиваешь свои силы, свои возможности для того, чтобы достичь Его Царства. То есть, еще раз повторю, что не следует путать со слабостью и пассивностью, вот с таким поведением личности. Кротость, она включает в себя осведомленность о нашей потребности в мудрости от других. То есть это мудро обращаться к другим, это мудро у других людей спрашивать совет. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Матфея 5.5 Кротость всегда, она включает в себя сознание нашего долга перед Богом за все, что Он дал нам духовно, материально, физически. то есть, она показывает, что Бог, Он имеет права на все то, что мы имеем и все то, чем мы обладаем. У нас нет ничего своего собственного. То есть, наш человеческий разум, он видит ресурсы, там, какие-то подарки, деньги, там, имущество, еще что-то там, какая-то польза, положение, да, как то, что принадлежит нам, а не Господу. И как плод нашей какой-то усердной работы, а не Его доброты. Да. Посмотрите, это я сделал, это я достиг, да. Но это на самом деле не так. Все, что мы имеем, мы имеем от Бога. И вот правильное отношение смотреть таким взглядом. Это все божественное, это все от Бога, да. Потому что я знаю очень многих людей, которые чего-то достигли в своей жизни. И они не считают, что это Божья заслуга, что это принадлежит Богу. Они считают, это вполне себе, что они сами, что они сами собой, что это не Бог дал им здоровье, что не Бог там помогал им в их обстоятельствах и так далее и тому подобное, да. Но так или иначе, этому придет несчастливый конец, да. Кроткий наследует землю. Это обещание включает в себя влияние и воздействие. Это вот частично исполняется в наши дни и полностью исполнится в будущем веке. Мы с вами наследники вечной жизни, да. Давайте будем дальше двигаться. Блаженны, алчущие и жаждущие праведности. Это у нас третья, четвертая заповедь, да. Мы уже, так скажем, на перевале переходим на плато. Сейчас модно говорить Россия еще не достигла плата по коронавирусу. Россия еще карабкается вверх. Скорее бы она уже покатилась вниз в этом отношении во имя Иисуса Христа, да. Алчущие и жаждущие праведности. Матфея 5, 6. Жаждать праведности это значит взывать к Богу о больших переживаниях с Ним. Возможно вас это удивит. Вот такая интерпретация этого. Но Иисус призывает нас взывать к Богу о высвобождении праведности в нашей личной жизни для других и в обществе. То есть участь алчущих и жаждущих получить больше включает в себя благодать поста блаженной алчущей и жаждущей правды. То есть те, кто чего-то хочет употребить, то есть условно говоря съесть, ибо они насытятся. Вот пост в этом очень хорошим подспорьем является. Праведность. Давайте поговорим немножко об этом. Праведность. Праведность ни в коем случае не достигается. верующим не нужно искать Бога для бесплатного дара праведности, как я уже говорил выше. Он в полной мере был нам дарован в тот день, когда мы были рождены свыше. На нас есть дар праведности. Дар праведности Иисуса Христа. 2 Коринфянам 5.17 об этом говорится в 17.21 В нашем законном положении мы получаем этот дар сразу, моментально. То есть Римлянам 3.21 31. Но в нашей жизненной ситуации мы должны жаждать увеличения праведности. То есть это не значит, что эта праведность она в полной мере проявляется через нас. В полной мере. Чтобы она наполнена наш разум, эмоции и поведение. Чтобы мы вели себя как праведность. То есть как люди, которые стоят в правильной позиции перед Богом. Этот процесс как я уже говорил он длится на протяжении всей нашей христианской жизни. И голод о котором здесь говорится вообще голод это один из наиболее важных признаков жизни. Отсутствие голода говорит о какой-то физической проблеме серьезном заболевании. В данном случае если мы переводим это в сферу духовную то это болезнь какая-то в сфере духа. Если человек не хочет молиться человек не хочет поститься человек не хочет читать слово то есть вот там где нет вот этого духовного голода то есть совершать какие-то дела праведности дела милосердия да если нет этого то это ненормальное христианство это мертвое христианство это то христианство которое описано в послании к лодиакийской церкви и церкви в Сардисе ты носишь имя будто жив но ты мертв но ты мертв на самом деле христианство без голода и без страсти не является нормальным с точки зрения Бога и мы получаем новую территорию в благодати Божьей возрастая в нашей жажде и стремлении к Богу и это является единственным способом сохранить вот эту территорию которую мы имеем на сегодня то есть ты отвоевал что-то получил что-то если ты остановишься в этом развитии то ты обязательно деградируешь ты будешь потом удивляться но ведь было так и так ведь так и так происходило в моей жизни почему так сегодня просто ты остановился в своем развитии в своем ты не алчишь и не жаждешь больше праведности вот и все и как награда как награда человеку жаждущему и алчущему праведности является насыщение насыщение если ты голодный тебе дали поесть то ты просто ну счастлив да ты становишься макариус блажен мы будем постепенно испытывать больше благодати к праведности в нашей жизни да дальше блаженный милостивый блаженный милостивый матфея 5 7 существуют различные способы чтобы выразить наше милосердие мы призваны во первых быть милостивым к тем кто к нам относится неправильно да кто с нами плохо обращается выражает нам недовольство да кто раздражает нас кто отличается от нас кто является менее посвященным Богу да чем мы кто делает ошибки кто спотыкается о грехе и особенно к тем кто страдает и остро нуждается по причине там бедности болезни притеснения преследования или других испытаний блажен и милостивые и как награда они будут помилованы и вот Иисус призывает нас проявить милость к тем кто плохо к нам обращается колосинам 3.12 13 мы как бы удерживаем себя вот в нашей настойчивости найти какую-то поступать справедливость показывая при этом мы просто проявляем милосердие которое отказывается взять реванш даже по отношению к тем кто нас предает да чтобы быть милостивым нужно иметь внутреннее стремление помогать людям помочь людям которые страдают Луки 10 10 глава ну вы знаете эту историю 10 глава с 30 по 37 стих притча о добром самарянине да вот когда мы приходим к некому действию чтобы помочь тем кто в трудных обстоятельствах и мы стремимся уменьшить страдания людей даже в том случае если они поступили неправильно то есть ну вот можно махнуть рукой сказать но вот он сам виноват в том что произошло в жизни пройти мимо да иисус призывает нас быть милосердными к людям которые имеют серьезные духовные проблемы чтобы покрыть нужды людей с любовью вот милосердие оно заставляет нас почувствовать сочувствовать тому кто заслуживает каких-то других обстоятельств иных обстоятельств в которых он оказался по своей вине да сочувствие это не призыв легкомысленно относиться к греху это не призыв компромиссу да нет это призыв быть милостивым даже к тому человеку который возможно этого не заслуживает скорее всего не заслуживает легко быть милостивым к тому кто заслуживает милости и гораздо труднее быть милостивым к тому кто этого абсолютно не заслуживает ну все мы не заслуживали никакой милости но Бог помиловал нас да награда они помилованы будут мы будем получать больше милости от Бога и других наших обстоятельствах если сами проявляем эту милость других мы будем помилованы но вы знаете помните пищу притчу о том как один человек задолжал царю огромную сумму до царь простил ему и тот же день пришел к нему друг который задолжал ему сумму ну просто незначительную и это поступил с ним не милостиво на что царь когда узнал об этом прогневался и велел посадить его в темницу тому кто много задолжал да мы все с вами очень много задолжали богу и всем нам очень много прощено поэтому будем снисходительны к людям этого мира не к грехам но к ним самим проявляя сострадание и милосердие дальше блаженный чистый сердце матфея 58 вот к этому блаженству необходимо относиться с чувством благоговения то есть вот реальность видеть бога это высшая привилегия которую человек может испытывать в этом веке и веки грядущим бог есть свет и в нем нет никакой тьмы первая на 1 5 говорит то есть в духовной сфере свет и тьма они не могут перемешиваться они могут соединяться то есть там где появляется свет тьма просто исчезает да мы сможем видеть свет только в том случае когда будем думать как он то есть это зависит от просвещенности нашего сознания нашего ума блажены чистый сердцем ибо они бога узрят мы можем увидеть бога вот если будем думать как он до чистота сердца включает себя чистоту нравов мотивов методов нашего поведения это все очень важно не существует никого другого какого-то пути для тех кто хочет увидеть и пережить бога больше в своей жизни чистота сердца она не заставляет нас зарабатывать откровения от бога но она как бы прицеливает в сторону бога она позиционирует нас в отношении бога чтобы вот наша духовная вместимость она стала больше чтобы вот наши духовный сосуд он мог больше вместить чтобы увидеть и познать бога то есть ищите святости в евреям 12 14 написано без которой никто не увидит господа ищите святости без которой никто не увидит господа они бога узрят в откровении 22 4 написано высший опыт христианство на настоящее время и в вечности это узнать или увидеть бога но кто об этом не мечтал кто об этом не молился все в наших руках это великое обещание частично исполняется и в наши дни блаженный миротворцы мы уже подходим к концу завершению блаженный миротворцы матфея 59 иисус призывает нас быть миротворцами это включает себя работу по развитию и возобновлению отношений индивидуально в обществе в социуме при этом не создавая конфликтов в отношениях и ища пользы для себя миротворец видит ценность вот инвестиции времени энергии чтобы принести мир в отношения между людьми семьями расами служениями то есть социальный гражданский бизнес вопросы и даже между народами то есть нам как никогда сегодня не достают миротворцев то есть люди людям которые творят мир которые несут мир приносят мир потому что мир раздираем противоречиями разными вот и все таки в конце времен господь соединит весь этот мир под единой головой под иисусом христом и в том числе благодаря работе вот этих миротворцев блаженный миротворцы ибо они будут наречены сынами божьими то есть как награда и будут называть божьими сынами нельзя конечно же добиваться мира и праведности за счет некого компромисса да и нельзя добиваться мира за счет истинной праведности да то есть это не компромисс это некая неправильная идея мир любой ценой мир не достигается любой ценой не достигается путем компромисса да за это нужно сражаться за это нужно воевать мы призваны жить в мире со всеми людьми смиряя себя чтобы служить им и отказываясь проталкивать наши собственные планы или или жаловаться на них указывать только на проблемы на некие проблемы надо только в правильном духе и правильным способом это очень сложно сложно достичь да очень сложно достичь потому что когда ты видишь неправильные вещи когда ты видишь некие проблемы что-то в тебе внутри поднимается и это не приносит мир это не приносит разрешение ситуации не приносит разрешение конфликта зачастую усугубляет его то есть если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми говорит апостол павел послание к риму 12 главе 18 стихе и как я уже сказал наградой будет то что эти люди будут наречены божьими сынами то есть эти люди будут называться многими благочестивыми или похожими на бога на бога блаженны изгнаны за правду матфея 10 12 это последняя заповедь которую мы сегодня рассмотрим и закончим наше занятие наберитесь терпения скоро уже конец можете поупражнять свою шею но только очень тихонько можете встать размяться выпить немножко воды и мы продолжим и иисус предупреждает своих служителей ожидать ожидать преследований и рассказывать нам как реагировать на это все желающие жить благочестивого христе иисусе будут гонимы так написано слой божий то есть гонение включает себя это физические финансовые или некие вербальные то есть клевета отвержения сарказм через средства массовой информации через разные там интервью и так далее и тому подобное блаженны изгнанные за правду ибо их есть царство радуйтесь веселитесь ибо велика ваша награда на небесах иногда хочется подумать ну что же мне с того что и моя награда будет на небесах это награда будет не просто награда это будет великая награда большая награда то есть позже люди они всегда сталкиваются с преследованиями как я уже говорил 2 коринфянам 11 23 28 да и все желающие жить благочестивого христе иисусе будут гонимы 2 тимофея 3 12 их есть царствие это вот говорит о большем переживании царства в жизни у них уже сейчас на данный момент наряду с еще большей наградой легко ли любить наших врагов да нелегко но честно признаться мы с вами еще не до крови сражались подвязать против греха и не сталкивались с тем с чем сталкивались первые христиане с чем сталкивались христиане проходя через гонения во времена железного занавеса советского союза вот но все кто желает жить благочестивого христе иисусе кто желает божьей правильности кто желает жить по законам царства он будет гоним и в этом нет ничего наверно страшного это тот венец тот крест который должен принести каждый христианин ну что ж мы с вами рассмотрели все восемь заповедей вкратце это очень кратко заканчивается час этого видео и я бы хотел в конце помолиться чтобы бога в нашей жизни было больше а нас было поменьше чтобы мы могли жить по законам царства небесного давайте помолимся об этом отец наш небесный мы благодарим тебя за эти заповеди блаженства которые описаны в твоем евангелие господь за конституцию божьего царства и мы благодарим тебя за то что мы рождены свыше люди являемся гражданами этого царства и ты призываешь нас к исполнению этих заповедей заповеди которые формируют наш характер которые ведут нас на небо господь которые позволяют нам светить в этом мире быть солью быть светом господь мы как верующий хотим исполнить и заповеди жить этими заповедями господь чтобы они формировали нашего внутреннего человека наш внутренний сад господь чтобы мы принесли эти прекрасные восемь цветков господь восемь плодов нашей жизни господь в наши внутренние жизни Благослови нас, Отец. Благослови нас начать с того места, где мы находимся сейчас. Да не будет никакой ладьякистской теплости, Господь, в нашей жизни, Господь. Мы жаждем Тебя. Мы духовно нищие. Мы приходим к Тебе, как ничего не знающий, не понимающий. И просим Тебя просветить глаза нашего сердца, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Мы хотим делать все те дела праведности, которые мы должны делать, Господь. Совершать этот труд поста, Господь. Совершать труд молитвы, совершать труд служения ближнему, Господь. Прощения ближним, Господь. Мы хотим преодолевать с помощью этих заповедей, Господь, те искушения, которые возникают в нашей жизни. Благослови, Отец. Наполни нас. Измени наши характеры. Мы любим и благословляем имя Твое. Великий всемогущий Царь и Бог. Благослови каждого студента, Господь. Каждого слушателя этих библейских курсов. Да будет Твоя рука над нами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо за то, что были терпеливы и выслушали. Пусть Господь благословит вас. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...